В ней очередное заседание партии началось с подведения итогов. Как отметил председатель городского филиала Боржамбайбек, прошлая предвыборная программа Нуратана исполнена досрочно и даже с опережением намеченных планов. Строительство школ по плану 2017 года составляло 400, выполнено с 30% ростом, построено 523 школы. Строительство объектов здравоохранения в плане поставлено 350, выполнено с 18% ростом, построено 414 объектов здравоохранения. Уровень материнской смертности снизился с 17,4 до 12,3%. Строительство жилья составило 30 млн кв. м. при плане 2017 года 24,3 млн кв. м. То есть рост составил 23,5%. И это только основные показатели реализации. Эти цифры свидетельствуют о том, что несмотря на сложности, все обязательства были исполнены, и то, что Нуратан является неэлекторальной партией. Дальнейшее развитие страны – это ядро новой предвыборной кампании на предстоящий пятилетний период. В новой предвыборной программе партии изложен четкий план действий. Программа соответствует объявленной Ельбасе пяти институциональным реформам и плану нации «100 конкретных шагов», формирующим принципиально новую институциональную среду и закладывающим прочную основу для устойчивого развития. Выполнение новой программы возложено на самых сильнейших и опытных. Сегодня 117 делегатов, принявших участие в конференции, единогласно одобрили 37 кандидатов от партии депутаты Маслихата Алматы. Кандидаты в депутаты должны разъяснить среди избирателей проводимый стратегический курс Ельбасе, разработать свои четкие предвыборные программы, учесть специфику каждого избирательного участка, проанализировать все проблемные вопросы, выработав комплексные планы по их решению. Для обеспечения эффективной работы в новом составе кандидатов в депутаты Маслихата от партии Нур-Отан представлены все сферы. Это экономисты, бизнесмены, деятели науки, культуры и образования. Отмечу, что количество женщин составило 18%, а число претендентов до 40 лет увеличилось до 21,6%. Алтын Шаш Смогулова, Канад Кигизбаев, телеканал Алматы.